Дамы и господа, доброго времени суток. С вами комментатор группы Шахматный Феникс, Олег Саламаха и Кирилл Широков. Так, и вот сейчас у нас среда, шахматный день на шахматной планете, турнирный день на шахматной планете. И вот турнирчик у нас на призы ЧС Ассистент. Ого, уже 97 человек записалось, и среди них... Так, как здесь, Олег, посмотреть? Игроки. А, среди них двое наших представителей, а именно Петя Андреев и Вова Михайловский. Так, ну давай посмотрим. Где они вообще здесь находятся? А чё тут за бред? Без команды надо. А, без команды? Наверное, без команды. Ну, Петя Петран, наверное. Ну да. Че Петрана? Вообще, проще всего? Да, наверное... Вот Вова Шахматист, во-первых. Ага. 2673. Он в команде какой-то. Да. А теперь ищем Петрана. Петрана я чё-то не вижу. Так, ну может Петя попробует написать какой у тебя ник? Да, Петрана пока не видно. Да, турнир уже начался, поэтому надо смотреть. Так, ну давай пока. А здесь есть? Нажми обновить. Должны сейчас быть таблицы. Вот. Здесь вот можно найти, в принципе, Петрана. Так, нам нужно найти хотя бы одного из двух наших. Воу, Вову смотрим. Вот Вову шахматисты нашли. Ехали. Так, Вова играет чёрную. Так, Вова чёрная переворачивает доску по позиции у нас. Всё хорошо. Всё поровну. Напали на ферзя. Кстати, темп 3 минуты, очень быстрый. Вот он ферзь Б7. Так, ну у Вовы слабый соперник. Давай посмотрим формацию о белых. 2 600, хотя максимальный рейтинг. Он не очень слабый. Ну, относительно рейтинга Вова слабый. Ну, относительно рейтинга Вова может быть слабый, да. Ну вот да, неудачно пользуются неудачной позицией чернопольника. Слон c5 как-то это... Вот, слон d5, хороший ход. Да. Напасть не ферзя. Так, ну... Знаешь что, я считаю то, что... Уже чёрный, по-моему, перехватили. Ну, не совсем. Почему перехватили? Так, а нет, где слон... Слон e4? Слон e4 есть. Слон e4. Слон e4, слон ферзь Б3. Повторение. Нам надо повторение. Нам не надо. Е5. Подрыв. Жертвы пешки. Брать нельзя. Потому что нас где-то 2 зависит. Вот так вот, конём побили. Напальный ферзя. Когда напальный ферзя, да. А всё. Так всё, без фигуры, да. Всё, привет. Пора сдаваться. Кому вам молодец. Аплодисменты. Так, ну здесь вот уже пошли жертвы. Качественно. Ну, бц, бц, наверное, просто. Бц, да. Качественно. Стоп. Может быть, всё-таки ладьёй взять, укрепиться на d5? А, подожди, нет, подожди. Бц не так-то всё просто. Бц, конь бьёт e5. Бнишка. Да, да, да. Всё так просто. Тогда нужно ладьёй брать. Тогда конь бьёт e5. И клеит нам мат. Ой, соперник сыграл слабо. Ну, в версии... Слон f3 нужно играть. А почему не слон f3? Слон f3 нельзя играть, потому что тебе мат склеит. А что, я не воризонтале. Ну, а теперь слон f3 можно... Теперь слон f3 можно, да. Теперь слон f3 можно играть, и это выигрывает ладью. Это, кстати, тоже выигрывает. Да, это сильнее, по-моему. Теперь, видимо, нужно бить на c8 ферзям. Почему сильнее? Нет, я бы не сказал, что сильнее. Ну, в воде она до 1 зависла. Водя она до 1 зависла. Ой, ну теперь это уж точно всё, конец. На это можно уходить, наверное, отсюда. Ой! Ой, Вова мать зевнул в один ход, ферз c8! Привет. Вот только похвалили Вову, и Вова зевнул в один ход. Жути. Просто зевок мата в один ход. Да. Ну что, тогда пойдём смотреть Петю. Это ужасно. Ужас. Мат в один ход. Так, ну ладно, давай смотреть Петю. А где Петя-то? Может, он не успел? Или, может быть, у него... А, вот Петран. Вот он, блин. 2,455 опустил. Чё-то его... Петя, видимо, не сбудется, значит, а Петя... ...премень 3000 на планете. Так, ну чё здесь по Эншпилю? По Эншпилю? Ну чё здесь? Ну, учёных получше. У чёных получше за счёт... Хотя бы пешка Д5 слабая, и, скорее всего, наверное, будет возня. Флаг. Вот здесь флаг сробит. Так, ну... У Петя больше времени. По-моему, не надо было менять чернопольников. Здесь уже чисто борьба на флаг. Позиции ничейные. Ну, короля на Е2 нужно подтягивать. Только побыстрее нужно играть. Короля на Е2, на Д3, ладьёй на Е4. Да, цепляться к пешкам. Так, ну вот, всё поменялось. Ну, наверное, согласятся на ничью соперники или срубят флаг Петя. Так, отдают пешку, стоп. А наши не успеют быстрее пройти? По-моему, наши быстрее пройти. Ой, наши же быстрее проходила. Король Д5, король Ф4, Б4, С4 и С5. Ну, видишь, хочет подготовить и пойти, король Д4. Но с другой стороны сейчас в пласту пойдёт флаг. Нет, просто рубит флаг Петя безжалостно. Да, чё тут 23 на 6? Петя выиграл. Ну, А4, ну, опять нужно, да, вот всё правильно. АБ. АБ. АБ, АБ. Ну, одна секунда, здесь уже можно играть чего угодно. Да, всё, Петя выиграл, молодец. Ну, вот Вова Михайловский, конечно, расстроил. Так, я предлагаю, знаешь, что сделать? Нажать на паузу, чтобы видео не растягивать. И как только начнётся второй тур... Ну, давай. Так, продолжаем мы наблюдать за нашими ребятами. Так, нужно повернуть доску. Вот, 2909. Да, 2909 и Петя здесь. Конечно, уже пойдёт Д6. Пошёл в страндийскую защиту. Ну, это его любимый. Его любимый вариант. Что-то как-то он подвисает. Почему-то вот он с ходом Д6. Почему-то. Да, вот. Как-то Петя подвисает. Ну да, Ц5 здесь стандартная идея. Хотя это не радостно менять верзей. Ну, белые не будут менять верзей. А почему не ЦД сыграть? ЦД вот... А, ну вот здесь так, ладно. И нужно уже Е5 толкать. Ага. Вот, видите, вот такой план выбирает. Типа... Стоп. Какой игрой был? Конь, конь поймался. Конь ещё пока не поймался. А, ещё не поймался. Он и не поймается. Но конь, конечно, на А5 какой-то калявый, если честно. Ну да, согласен. Теперь нужно коня вести на Е8. Ну, а что, слушай, у Пети, по-моему, уже хорошо. 30 секунд лишнего времени. Вот, видишь, Ферзь А2, это ход очень тонкий. Нельзя играть в Б5 теперь. На эту последнюю табли, и конь на А5 завис. Очень хитрое решение, и тебе придётся, наверное, опять играть в Б6, и вот играть с таким вот корявым конём. Вот, видишь, конь Е8, МФ5. Наш план работает. Скорее всего, нужно так играть, потому что пока Ферзь А2 ушёл... Да, 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 да. Нужно пытаться атаковать на Королевском. Сейчас Ф4, несомненно, будет сыграно. Ну, стоп, может быть, сначала он следовало разменять чернопольников? Стоп, он сейчас, наверное, не зевнут слона на А6. Нельзя бить. Вот, Ж5. Так, берез слона. Аж 5. Теперь Аж 5, вот. Аж Ж, Король Ф7. Пока подкатываем Короля. Ага, Король Ф2 тонко. Побежали. Побежали, да. Король Ф7 сыгран. Трожа тонко. Ладью Наш 8. Позиция абсолютно заперта. Да, но интересно наблюдать такие партии. Я бы сыграл здесь. Здесь уже надо играть Б6. Б6, да. Да, коня куда-то везти. Ой. Ладья А8. Ну, это вот ход уже не в доброй жизни сделан. Опять не сыграешь Б5, потому что слон с Д2 недобро смотрит на коня А5. Поэтому придется играть Б6 и играть вот с таким убогим конем. Да. Нужно на Б7 его везти. Сейчас А5 будет. Нет, опять же не будет. Слушай, Ж, Ж, Ж эту пешку. Б5, да. Вот, Б5, да. Вот, Б5. Последовало. Конец там Б5. Так, ну, по-моему... А, так, по времени хорошо 5 стоит. Ну, что, болеем? Болеем за Б7. А, Б, нельзя брать. Нельзя брать, да, связка. На А4 зависла. Б4. Б4. Б4, А6. Но брать все равно нельзя. Как это? Коню, коню надо было. Коню пока некуда уходить. Во, слон Б5, отличный решение. Отличный ход. Так, по-моему, у Пети уже лучше, нет? У Пети уже лучше, на А6 отлетает, на Д3 конь ДСит. Но, можно повторить, конь Б4 ничего на них не дает. Потому что там просто мы возьмем ЦБ, слон Б4. А конь Е4 у белых, у черных нет удара? Все, водя 6. В водя 6 прилетел. Все, ой, жертва ферзя. Но это уже нет легкой жизни. Так, король Ж6. А, Ж, А, Ж, все правильно. А, Ж, конечно же, А, Ж. Все правильно делает Петя. Так, ну теперь нужно как-то вскрыть позиции. Может быть, пожертвовать уже качество? Зачем? За коня нажал. Я бы сыграл здесь конь А5. И напал бы на пешку Б3, вот так верообно. И запер ладью, да? Да. А вторую... А, ну вот так, тоже нормальный план. Нужно же как-то играть. Вот, вот сейчас... Конь А5 вообще, наверное, очень сильный. Не-не, а, не, конь А5, водя Д6. Там конь Б3, но... Да, непонятно. Петя просто укрепляется. У Петя отличная позиция. Видишь, водя на АШ-1 вообще вне игры. То есть у Петя просто... И конь, смотри, конь на АШ-2 тоже мертвый. У него нет ходов. Все, да. Он надо побить просто, и все. И конь А5. Вот там, вот, все правильно. Вот теперь... Да, и теперь... Вот, побить ладью, ладью побить же. Ладью побить. Ладью побить, ладью побить шаху. Можно так. Можно и так, да. Ладья, никуда не уйдет. Все, не срубить флаг теперь. Тебе нужно залезть. Просто ферзь Б7. Ферзь Б7, да, и повели пешку. Ну вот, не дают. Так. Слоны в 6, это не туда, наверное. Я не понял, куда слон идет вообще. Ферзь Б4, ферзь Б4. Ферзь Б4, конечно же. Вот, ферзь Б4 последовала, но уже поздно, когда в поле попился. А вот сейчас это... Так. На Д2, на Д2, на Д2, шах, на Д2. Все. Все, победа. Купил. Ладью на 1. На 1 можно забрать. Все, все, полетел. Ферзь прошел. Молодец, Петя. Красавчик. Ну... Ну, мат просто. Мат просто в 1 фут. Петя, красавчик. Ну, достойная партия. Так, ну что, еще. Ищем Вову? Давай ищем Вову. Ищем Вову. Где там Вову нас проиграл? Вову где-то внизу, значит. Вову в хорошей партии, а зерно просто матка. Фу. Как его найти-то? У Вовы, шах, мать есть. Так, ну ты мне скажи, если... У него нет одного очка. Мотай вниз. У него 0. А может он уже выиграл одну партию? Откуда ты знаешь? Ну, что? Ну, это был шахматист. Да, выиграл. Так, ну... Ну, Валентина дядечка. Давай посмотрим партию быстренько. Ну, флаг вронили. Выиграл белыми. Так уж, в быстром демпе. В общем, Вова здесь. Да, просто вронили флаг. Хотя позиция такая... Ничейная, я бы сказал. Нет, пешка Б3 очень сильная. И конь теряется еще. Какая здесь ничья? Ну да. Давай ждем... Жмем на паузу и ждем следующий тур. Итак, началась партия. Третий тур. Вову, наверное, надо было показать. Ну, Вова там плетется в аутсайдерах. В серединке шахматной таблицы. А вот Петя у нас радует своей игрой. Сыграл две хороших партии. Обыграл 2 900. Ну, схема, откровенно говоря, как говорит Дима Анисимов, скучная. Ну да, согласен. Ну, где-то все равно сейчас... Ой, вот мне не нужно, конечно, было пускать слона на G4. Да, на G4 надо было. Сейчас придется играть слон Е2, скорее всего. Нет. Да, видимо... Все равно слон Е2 придется играть. Потому что в коне C6, в коне D4 угроза очень неприятная. Да, и нет возможности играть C3, чтобы отгородиться от этого. Ну, вот так вот решает. Вот так решил поменяться. C6 просто. Слон Б3. А, нет, слон C4. А, вот сейчас видишь, есть идея пойти C3. D5, видишь? Вот слон C4, его и ход не туда. Так, ну, ЕД, наверное. ЕД... Так, а... Стоп, ЕД нет хода. Нельзя... Нельзя побить. Ну, хочет побить на Е5. На ДЕ, конь Е5, Е5. На ДЕ, конь Е5, да. Конь Е4. Ну, вот теперь нужно сыграть ЕД, наверное. C3 надо сначала сыграть. А, C3, да, все правильно. И может быть вообще с моим Д4. Д3. Петя играет спокойненько. Ну, кстати, по дебюту он абсолютно ничего не получил. У черных, мне кажется, даже приятнее. Слава богу, что вышел с такой игрой. Так, ну, что? И по времени плохо. Слону на Ж5 хочется поставить? Вызвать ослабление в 6? При живом-то голопольнике. Да, слон Ж5, но я не знаю. Может быть, будет сыгран ферзь Е6 с идеей ферзь Ж6. Так, ну вот Ф6 вызвано. Ф6 вызвали. Ну, теперь нужно как-то слона ставить на Б3. Петя немножечко ускорился, но позиция, я говорю, у него неприятная. И вообще нужно конь Х2 пойти, наверное. Нужно выменить этого чернопольника на Ф5. Вот сейчас ферзь Б3, я не знаю. Ферзь Б3, конь С5, вот что мы получаем. Так, это бить надо. Такую штуку бить надо. И ферзь Ж5. Ой, ферзь Ж4. А зачем мне, почему не побить-то? А, стоп, вот это надо бить. Ну, сейчас надо бить и играть ферзь Ж4. Ферзь Ж4, ферзь Ж4. На Ж5, конь С5. А король Х7? Король Х7, Ф4, наверное. Солона... Вот, видишь, Ф4. Ф4 нужно, наверное. Ф4, наверное, нужно. Ну, давай посмотрим, что движок говорит. А, нельзя анализ. Ф4 сыгран. Ф4 с ДФ5. Только не... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стоп, а жертв никаких нет. Ну ладно, это побили. Побили, да. Так. Ну, пока жертв, кстати, никаких нет. Блин, ни на Аш5, ни на Ж6 никуда. Всё крепко. Угу. Придётся, не словом, хлебавший возвращаться. На Ф3. Нет, на Ф3 под Е4 ещё. Ну, неудачное решение. Е4 до Ч4. Ну, теперь у чёрных, опять же, явный перевес. Так, и пешка на Ф5 слабая. На Ф4 слабая. Конь Ф6 ещё, вот, сейчас идёт. А, ну, тут такой удар. Ф5 шах, Ж6 просто... Ну, да, здесь просто сейчас ферзя заводит. Где-то сейчас ферзя заводит. Конь Аш5 и на Ф4 повисит. Всё, там, с хрустом просто всё упадёт. Ну, да, крепенько сыграли, конечно. И по временю Петя плох. Конь Аш5, вот сейчас, по-моему, за чёрных выигрываю. Информация белых, да. Ой, о чёрных, посмотрим. Первый разряд. Ничего себе. Хорошо играет. Ну, Конь Аш5, да, найдено. Владеев 1? А, вот так. А, вот так. Ф5 плохой ход. Ой. Ну, чё-то тут тоже, тут тоже чё-то намудрил вообще конкретно. Неправильно сыграл. Чё-то три боя. Три боя на Ф5. Ого. Ну, Флак сейчас будет флагорубство здесь. Ещё не всё потеряется. Конь Ж3. Конь Ж3, да. Конь Ж3. Владеев 2, Е3. Так, может, качество пожертвовать? Как его пожертвовать? Ну, оставлять под боем. Нет. Это под Е3 прям. А, вот меняется. Хочет меняться. Я сейчас здесь хочу. Ну, Петя, наверное, не будет менять, а он поменял. Так, ну, нужно побыстрее уже играть. Очень мало времени. Очень мало. Ну, и позиция объективно плохая очень. Ну, да, у чёрных подавляюще. Очень мощные пешки. Очень мощные. Так, ну, может быть, сейчас... Так, шлёп-шлёп начался. Шлёп-шлёп начался. Ну, вот пешка на Ф4 зависла. Да, ну, кстати, вот соперник с А4. А4. А4, кора Ж4. Ничего не дает. Да. Ну, просто Е3. Просто Е3, наверное, и убьём. Нет. Ой-ё-ёй. А, вот так тактика. Стоп, вроде получше сейчас стало. Ну, король А4 сейчас. А4, повели пешку. Шах. Повели пешку. Она ушла. Ну, и пускай. А4 нужно играть. Да нет, здесь уже... Да нет, здесь по времени уже без... ...надёжно. Просто сейчас флаг зарубят. Да. Это уже без комментариев. В общем, смотри. Вот у Пети явно было ошибочное там решение. Вернее, Ф5, короче, была грубая ошибка даже. Там просто он взял фигуру в один ход. А соперник зачем-то взял эту пешку. Так, ну Вову мы опять не посмотрели. А, Вову-Вову ещё играет. Чёрный Вову играет. Так, опять я Вову потерял. Олег, ты здесь? Да. Так, Вова вышел из турнира, пишет, что не идёт у неё игра. Так, ну чё, теперь смотрим только Петю. Эх, Петя, Петя. У Пети, по-моему, тоже игра не идёт. Ну ладно, одну очку. А вот ещё... Вот Петра, он. Так, ну пока да, пока ему тяжеловато. Ну нужно в следующей партии обязательно выигрывать, Олег. Пока нажмём на паузу. Итак, мы продолжаем следить за успехами Пети Андреева на турнире. Так, ну опять Пирц. Пирц. Ну, C6 идейный ход. На самом деле, сейчас нужно ходить А6. А6 нужно играть. Ну или Слон-G7. Ну вот, видишь, А6. Да, А6. Слон-G7. Пирц я не играю, Слон-G7, наверное. Ну да, Слон-G7. А6, кстати, очень сильный ход. Вот видишь, B5 сразу. Владеечка. Стоп, а на А6 не зависало? Я на А6 тоже не понял, почему не взяли. Видимо, там вот эти какие-то разработки. Дебютные. Дебютные бомбы. Так, ну 2-0 уже. Ой, аж 5. А вот это зря, по-моему. Конь D7 дает... Я не успеваю проследить за мыслью, что хочет Петя. Ну, вот сейчас нужно как-то запереть эту пешку. Вырубить, так сказать, чернопольника из игры. Но Петя наоборот. Отпирает все. Так, а почему... А, коня нельзя, да, поставить? Нужно бить. И ЦД. ЦД, обязательно ЦД. Так. На Б2 зависло. Что здесь? А почему не ЦД-то? На К6. На Е4 зависло. На Д5 подъем. Может быть, получим неплохо. Е6 можно просто сказать. Так, конь... Конь Е4. Кстати, ход... А, кстати, ход хороший, конь Е4. Теперь... Придется, да, бить. Бить на Е2, да. На Е2 и бить. Конь Е3. И Ферзь Ц5. Ц5. Ну, побить пешкой. Сон Д4. Сон Д4. На Ваде Б2. На Ваде Б2 еще. Смотри, бьем ДЦ и Сон Д4. Градит. Да, и Ваде Б2. Может быть, ДЦ, да. Действительно, Ваде Б2 сразу будет спорта. Ну, а сейчас он просто играет ЦД, к примеру. Нельзя. Почему? Тогда Ферзь Ц3. А, ну да. В принципе, Ваде Ц2 тоже ход хороший, потому что... Ой, Ваде Б2, потому что угрожает Ваде Ц2. Так, вот видишь, закрыли. Так, может быть, уже ДЦ... ЦД... Ой, ДЕ сыграть? Можно... Я бы сыграл просто Ферзь БЦ5. Вот так вот, вероломный. Ферзь БЦ5. Ну, когда Пшка ещё была на Д. А, ну... Петя поел ДЕ. Так, ну, на самом деле, позиция нормальная получилась. У чёрных лучше явно. На Е5 висит, на Ц2 висит. Да, и чё у нас по Пшкам? После Владя Ц2 качество, видимо, придётся отдавать. И Белопольник хорош. Белопольник, смотри какой. Сейчас у Белых, по-моему, один единственный только ход. Это Владя. А, Е1. Который всё держит. Пока. Временно. Потому что если сыграть Владя ФЕ1, Владя Ц2, ты будешь конь висит. И при отходе потеряется. И времени меньше. Так, ого. Ого. Чё это такое? Не знаю. Это какая-то фентифлюшка. Ну, почему бы это не... А, побить-то нельзя, да? Так, и не хочется играть Ф6. Очень не хочется. Стоп, а если... Побить на Ц3. На Ц2. На чём, на Ц3. Да, на Ц2 побить. Побить на Ц2. И на ЕФ отойти на Х8. Да, на Х7. На Х7. Ну да. Ф5. Ф5. Петя. Слон Б3. Ну вот, видишь. Нашёл какую-то тут. Надо было у АДЦ2 ходить. А, Ф5 есть туда. Всё, Ф5. Ф5 нормально, блин. Ф5. Ну зачем? Ну, кстати, так тоже можно. Тоже можно, блин. Ткнул. Вот, всё, шах. И забрал на Ц3. И забрал на Коня. Отлично. Ого. Ну и что? Ферси в 6 просто. Ферси в 5. А, на Ферси в 5. Ну ничего страшного. Взял на Е6. Всё, отъел. Ну, получается, что? За пешку? Ой-ой-ой, как связали-то. А, приходится бить качество, да. Да, чё? Хорошо мы тут соперник зажимаем. Ферси в 5 надо. Можно было фер... Хитро. Побил. Два слона. Два слона против Вадди. Два пешек. Ой-ой-ой. Два-два-два-два-два-два-два-два. Так, слона на Е5... А, слона на Е5 нельзя. Слона на 6. Слона на 6 нужно. Ой-ой-ой. А, мат там грозил. Пить нельзя, надо бить нельзя. Так, ну, слона куда-то вернуть надо. Пешку отъели. Уже две пешки отъели. Ну, по-моему, выиграл где-то был у Петя, гораздо. Ой, слон... Слон Д3, слон Д3! Слон Д3, шах, шах вручает. А, да. Шах вручать 7. Ну, флаг здесь можно рубить. Ой, не видит. Ой, нет, не видит. Братья и обычные взять. Ну, это, конечно, не выигрывается. Это нет. Но флаг рубится. Это чья, но флаг рубится на раз. Взял на Аш-3. Ой-ой-ой-ой. Рубка пошла. Пошла жара. Так, рука флага нагло. Ну, это мы смотрим без комментариев. Ну, да. Пока Петя не очень успешно рубит флаг. Да, у него плохо, по-моему. Ой, чё, Вадюд не взял. Ой, здорово. Взял. Взял, фу. Королёв подошёл, забрал. Но всё равно, чё тут будет? Ничья. Ничья, да. Но у Петя связь хуже, я так понял. Да, обидно, обидно. Ты заметил, что у Пети просто хуже связь. Ну, немножко, видимо. Так, ну чё, опять жмём на паузу. Итак, продолжаем мы наблюдать за Петей. И у нас пятый тур. И Петя играет с капитаном команды «Зенит». Информацию посмотрим. Капитан команды «Зенит». Так, ну что? Олег, ты здесь? Да. Ну чё, дадут сейчас Петя в чёрный цвет? Нет, белый играет Петя. Белый. Опять Петя играет, какие-то мучи. Да он хочет получить гамбит Хэллоуин. Понимаешь? Вон чё, мы идея у него. Ну, я не знаю. Так, ну вот аж-6, аж-3 грамотно было сыграно. Слона. Ну, на своих условиях. Поменялись белопольники. Ну и, по-моему, ничего. Опять белые не получили. Опять ничего белые, да, не получили абсолютно. Это всё потому, что Попы... Ну, слона нужна на G4. А вот... Слон G5. Слон G5. Вот сейчас там играет. Слон G5. Ну как зачем? Слон G5. Коня, а G5 попытаться. Ну, ну, конь Е8. И конь G5 сразу. Так, вот коней... Ну, на G5 он его ведёт. О, вот конь Е5 это уже хорошо. И уже хоть активно. Конь H4, да. Всё, хотим побить. Побить. И на G5. Так, ну, нужно... Нужно на G6 уже готовить жертву, я думаю. Ой-ёй. Ну... Нужно... Ой-ёй-ёй-ёй. Как неприятно. А в чём идея? Ну, побил на Е7 просто. Побил и всё. Да, побил... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А в чём идея? Ну, идея понятная. Слон G5. Слон G5. Нет, идея и ферсов 6. Что тут думать? Ферсов 6. А, да. Ферсов 6. Хороший удар. Слушай, а там мат-то нет никакого неужели? Ферсов 6 и слон G5. Ну чё, Петя, ну, зерно не видит ферсов 6. Да он видит. Ну, конечно, видит. Читает. Пусть дальше считал. А, ну так, конь F5 шах и мат на G7. Слон G7. Слоном же! Петя, слоном! Шах на F5 конём. Да ё-моё. Шах на F5 конём и ферсов 6 мат. Ура! Нашёл! Ферсов 6 мат, всё. Всё, хорош, Петя. Молодец. Ну да, здесь уже нет никакой защиты. Это можно было сделать раньше ещё. Да, Петя выпускал. Ну, поздравляем, Петя, быстро. А, ну вот... Ну будем досматривать? Нет, ферсов 6 отдаст, но это бесконечно... Да нет, досмотреть-то нужно. Но сейчас просто F6 следующий. Всё. Да-да, F6 это те же самые угрозы. Слоном G7 сейчас будет... Вот, F6 ещё и F6. Есть всё, F6. Зачем бить-то? Не знаю. Слон G5. Слон G5. Слон G5. Ну, короче... А зачем менять-то всё это? Вместо того, чтобы поставить F6 и поставить F6, Петя начинает заниматься герундой. Так, ну ладно, всё, вот, матовая идея. Вот, хватит, аж 4 мат. Всё. Так, ждём следующую партию Пети. Итак, продолжаем мы наблюдать с успехами Пети. Три с половиной у него уже очка из пяти. Шестой тур, и он играет с Камов Игорь. 3,184 рейтинг на планете. Нижегородского будет стать. Кореш мой. Так, ну и, наверное, партия началась уже. Нажимаем давить. Нет, пока не началась. Началась. Всё, поехали. Так. Чёрную. О, вот Игорь не ходит. Чё, неужели будет лёгкий 3 очка? Нет. Нет, пошёл. Лёгкий 15 секунд. Так, опять пирс. Так, мы сейчас, видимо... Просто бешено. Почему бешено? Ну смотри, как отвечает. Ну, отыгрывает время. Е4, нет? Вот так вот. Ферзь Е7. Чё тут нужно делать, Олег, с белопольником? Ой-ёй, чё-то здесь очень быстро. Я пока ничего не успеваю. Здесь очень быстро соперник, да? Просто какой-то... Пулемёт. А6. Почему не А6? А6 надо пойти. А6. Ну, можно так. Эти вообще туда не смогут. Всё, заткнуть. Д5. 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 Обязательно на Д5. Всё. И это игнорировать можно. Всё, линию бетом займём, и всё будет нормально. Сами надо атаковать. Да, на А3 ещё нет жертвы. Пока нет. Да, далеко фигуры отошли, по-моему, уже можно начинать. Вот чё-то надо занакидывать, иначе... Да-да, слон А3 надо играть, наверное. Или конь А3. Петя думает. Надо ли вообще это делать? Вот если бы Ладью поставить на А8, то конь Ж4. Пока Петя предпринятит коня. Нет, теперь понятная идея. Теперь смотри. Теперь он хочет попить слон А3, ЖА, конь А3, и Ферзя поставить на Ж4. Ага, соперник испугался. Правильно делает. Так, ну... Нужно уже так. Ну вот это правильный ход, я считаю. На А5 напал. Да-да-да. С путишка. И очень мало у Петя времени. Так, защитить на Д7. На С6. А, да, на С6. Ну, я бы хотел сказать, что слон стал на Д7. Надо было в Ладе Е6 сыграть, и всё, намертво держалось. В Ладе Б1, сейчас Ваде просто на Б6 заедет и как-то на А6 отварится. Если сейчас ничего не сделать, то просто... Чёрных просто здесь задавят. В Ладе Б8? Или в Ладе Б8? В Ладе Б6. Никаких идей, никакого этого... Нет, здесь Петя просто переиграет сейчас. Видите, что соперник сильный. Долго, долго всё это делает Петя. Очень долго. Ой-ё-ёй. Так, ну, похоже, жертва. Да, где какая жертва? Конь на Ф3 всё укрепилось. Да, тяжело Петя приходится. Ладно, А6, конь Ж5. Так, ну, в общем-то... В общем, накидывает Петя всё-таки фигуры. Мобилизирует свои силы, так сказать. Ну что, конь Ж5, наверное, уже, наверное, играть. Ну, конём, конечно, конечно, надо играть конём. Стоп, 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 стоп. Если Ферзь Ж5, то есть... А, вот, конём, конём накинул. Конём взял, взял. Так, побили, побили. Слон Аш-3 же был там ещё удар. Ты забыл про него. Соперник вообще без страха и упрёка здесь. Так, ну, наверное, нужно уже... Может быть, уже на зуру же Слон Аш-3 накинуть? Нет. Петя долго. Долго, да. Сейчас просто пешка проникает. Ну-ка, некая же сбой. Ох, ещё и удар. Тактика. А что делать, СД? Здесь Петю просто переиграли. Нет, нет, нормально. СД отъели на А6. Нормально, можно играть. СД отъели на А6. СД, Ферзь Д, Ферзь Д7, В1А6, Ферзь Д5. Ну и что? Ну, пешка С решит просто исход борьбы. Ой-ой-ой-ой. Бьют Петю. И 16 секунд времени. Да. Не, ну здесь без шанса. Просто соперник сильнее. Причём гораздо. Я думаю, после этого поражения он хорошо поедет вниз. Я думал, он степенётся там, это. А ты хорошо поедет вниз. Да, ну тяжело. Безумно тяжело. И флаг. Приходит играть на предходе. Всё, отдавать. Коня на Е4 нужно. Коня на Е4. Молодец. Ну, коня на Е4 поставила дальше что. Ж5. Соперника, в принципе, времени немного, но Петя как-то держится на предходе, там, на каком-то. Ж5. Ж4. Ж4. Держится после. Ж4. Вот, молодец. ФЖ. Так. ФЖ. Взял, взял. Ж3. Сюда. Сюда. Ой, здорово, план какой нашёл. На 2, на 2, на 2 шаг. А, не даёт. Не даёт. Нет, ну, видишь, у Пети просто интернет тормозит. Заметь, смотри, сколько уменьшается постоянно, видишь? Ну да, срубили флаг Пети. Второй раз подряд. Ну, не подряд. Так, ну, опять нажимаю на паузу. Итак, мы продолжаем следить за Петей. Петей с чёрными. Пока Теревик курил, уже по партии прошёл, поэтому, извиняюсь, что не учили. Здесь, в середине. Немножко, да. Ну, нормальная позиция у чёных, мне нравится. Стоп, сл... А, вот А6. Не допустили конь Б5. Да. Стоп, а почему, допустим, сейчас нельзя пойти Слон Ж4, конь Ж4, аж 5? Можно. Или конь Ж6. Так, укрепиться. Да, конь НЖ6 хорошая идея вести. Ну, вот. Этот план. А, Б5. Опять, у Петя, мы мало времени. Так, ну вот, напи... Ой. Конь H3. А, он не выберется тут, да, потом? Не, конь H3 не надо. Конь Ж6 придётся играть. Пропустил. Ну, аж... Аж 5 нельзя, да? Да, вот, надо было сначала пойти на H5. Так, можно вообще ладью всех разменять. Это нам нужно? Не знаю. Так, коня, хотим вот так вот. Перекрытие. Сомнительные прыжки, вот эти, вот не нравится мне. Стоп, есть план B4, B4, смотри план, B4. Б4, ой, молодец. Б4, да, и дальше что? И конь Е4, а, конь Е4 же. Да, Б4 хороший ход, и конь Е4. Вот, взял конь Е4. Конь Е4. Петь, ну, это, ну, в этом идея была, этого хода. Ну, почему? А, потом ещё раз можно конь Е4 потом взять. А, ну это промежуток такой хороший. А в этом случае, в этом случае уже будет после Ферст-3 конь зависать. Слушай, а не пора ли уже закидывать? А, вот качество скидывают. Ну, качество сбросим сюда, вот, просто надо бить. Да, побьют, конечно, пешкой G. А, ладьёй. Ладьёй. Так, ну, конечно, меняем Ферзей. Ферзь B5, Ферзь B5, да. Прижал, Петя, что, Петя выиграл уже. Ну, фол... Если Ферзь, если Ферзь отходит, он сейчас, а так на А2, на Е4 зависает. Да, на А2 зависло, и на Е4 зависло. Ну, тут, тут Петя молодец. Так, на Е4 взять. Взял на Е4, отлично, всё. Молодец, вообще, красавчик. Ну, по Беладью. По Беладью, да, на Е4. Да, Ж4, всё. Конь Ф6, и на Д5 отводился. Всё, конь Ф6, и на Д5 отводился. На Д5, да, можно есть. На Д5, прощай. Ну, всё, здесь надо сдаваться. Здесь 5 молодец. Конь Д5. Не, ну, противник будет до конца, конечно, бороться. Ладья Ц1, Ладья Ц8, Ладья Ц8. Ладья Ц8. Нет, Е4. Ну, Е3 хочет. Е3 дальше. А, вот, пешка объявил. А, вот так. А2, отлично. Слондвич... А, Слондвич 4 нету, да. Так, ну, шаги какие-то пошли. Ну, всё, сейчас кроет. Потому что Е3 просто. Е3. Ну, вот так тоже можно. Надёжно. Знаю. По-моему, Е3 бы он сразу выигрывал фигуру. Потому что... Конь С3. Конь Е2 зависал. Всё, Конь С3. Так, Конь С3, пойди и выиграй партию. Вот сейчас, Слондвич 3. Всё, вот. Всё. Красавчик. Конь С3 подкинул партию 0-1 и всё. Так, мы продолжаем следить за успехами Пети Андреева. Но и Петя не ходит. А, вот, Е4. Опять хочет разыграть от Гамбит Холуин, но вот и же не получается. Д4. А, Концентская защита. Какая-то? Защита Оуни. Оуни. Я думаю, она новоиндийская называется. Нет, я за защиту Оуни. H5. C4 надо, наверное. О, индийская, это когда D4, C4. И чёрные выставляются в B6. Видишь, C4 не было сыгранных, поэтому... Стоп, а если ED и потом CD? Ой, DC. Стоп, подожди, а нету здесь... А, нет. Удар. Я хотел вам на CD и ваде Е6 как шлякнуть. А, Солнжер 6 ты имеешь в виду? Солнжер 6. А, кстати, может быть, где-то и было. Ну, это уже так. В порядке бреда. Может быть, D5? Вот, да, D5. D5 же, D5 же, да. D5 же, сильно. В конце варианта отвалится на B6. Я так думаю. После Солнжер 4. После Солнжер 5 вообще. D5, Е5, конь Е4, это уже как-то очень неприятно. Ой, у чё он. У них. Ну, вот задумался. Д5 ход соперника, Д5 ход соперника явно как-то это... Смутил. Ну, не, ну как-то он зато играет здесь. H5 оказался ход явно никуда. Вообще нет. Да, вот лишний темп. Вот если бы сейчас конь стоял на F6 вместо этого хода. Ну, вместо хода H5, пойди конь F6. Вот, конь Е4. Конь Е4. Обязательно. Конь Е4. Ну, это как можно... Я думаю, можно ещё конь Е5 на 10 и F4. Ну, это можно, понятно. А вот так побил на D6. Побил на D6 и побил на Е5 и Е4 связок. Да, 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 да. Молодец. Конь Е5. Конь Е5. Или подожди. Там ферзь D5 какой-то с матом будет. Нет, поэтому видишь пока так. Ай. А, вот сюда. Ж5. Прикопался к пешке F7. Конь Е4 и B4, да. Конь Е4, B4 как-то нет. Или сразу B4 скрывать. Думал, Петя, что здесь? Теперь, ну, да, B4 сразу. Опять во времени, смотри, как просел. Ой-ой-ой. В-5 конь Е6 уже можно завесить. Конь Е6, да. Позволил. Конь Е6, потом взял конь Е6, потом побил на H6 и побил на F5. На G2, на G2 еще зависло, на G7 точно. На G7 фиксил, побил на H6. А, вот сейчас можно, да, побил и на H5 побил. Да, все правильно. Но вот это сильно сыграно. Так, ну, отошел на H3, все. Все, отошел на H3, все. Ж5, нет хода. Той, надо было, наверное, скрыть линию все-таки. Так, слона хочет поймать. А, вот так вот. Аладеев один, Аладеев один. Почему нельзя было побить что-линию? Не знаю. Теперь слона хоть прохожу на Е4 ставить. А, ну вот так тоже можно. Так, ну на G4 на убить надо, а? Или не хочет линию скрывать? Я не знаю, я вообще бы здесь, я вообще бы вот сейчас Петя не понимаю. Он бы сейчас мог сгравить и сошпать. Напасть на подъеме 8. Все, там все, там отъесть. Так, ну вот, ой, такого слона мощного. Слона на, тогда слона на Е6. Слона на Е6 хотя бы, да. Ой, земну на Е2. Ой, на Е2, на Е2! Нет, все. Петя спит. На Е2 же отвалилась, ешкин. Ну, и ладно, пешки нет, ничего страшного. Батарея. А и че, как играть? Ну, как же. А, стоп, 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 стоп. Ц5, а нет, Ц5 нельзя. Опять. Уже как-то резко, уже как-то резко поплохело. Моментально причем. Такая батарея по линиям неприятная. Петя, выиграны просто абсолютно. Надо знаешь, как играть? Ладья, Ферзь Д1, Ферзь Д1. Здесь ферзь Д3. Как-то надо. Ой, ну так, наверное, положено. Ж3, Ж3, они не опасные. Аж 4? Аж 4 можно, да. Ну, сейчас, по-моему... Так, ну, флаг надо убить. Убьет, ох, уже опаснее. Так, нам Б6 нет. Это явно, это явно, водей... А, блядь. Су-Ж2, вот так вот вернемся, ВДН-2. Так, нужно Ферзь Е4 играть. Ферзь Е4 же был. Ого. Баррикады какие. Шведки. Так, на Е4 шахом, на Е5 шахом, на Е5 шахом. На Е5 шах, да, на Е5 шах можно дать. Ой. Чуть съел. Взял. Ой, конечно. Шах. Шах. Все, шах. Побил, побил, побил. Побил, наделал на Ф3. Флаг уже рубить надо. Вот, да, давай, Петя, нужно. Победка нужна. Блядь, мой... Ой. Все, бей, бей, все, бей, все. Бей все, Петя, бей все. Победа. Победа. Да, нет. Наконец-то. Наконец-то Петя хоть что-то выиграл на флажке. Да, нет, позиция была, конечно, Петя тут так намудрил. Да, вот с этой пешкой намудрил. Вот верни, верни немножко, можно же канализировать, зачем Павел нажимал. Верни вообще далеко в начало. Далеко, далеко. Да, здесь вот. Вот здесь вот. Сплата сюда, давай дальше. Ну, мотай, 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 мотай. Так, вот здесь. Взяли, взяли, да. Да, вот здесь все на что-нибудь, да. Вот здесь побей на G5. Вот здесь вот, я не помню, почему конь G5 нельзя. Ну, может быть, не хотел Линиев скрывать, а Влади активный. Хорошо, ладно, дальше сюда. Петя, стоп, назад, еще, вот, опять назад. Ну. Вот это так быстро. Вот, ферзь H5. А, ну да, вот сюда, да, глядя. Да, можно, можно. Так, ну здесь, вот здесь, конечно. Здесь вот уже, здесь вот уже полная, да. Здесь уже полная. Плюс 2. Здесь уже. А после этого хода, равно. Так, ладно, что, пойдем полить за Петю в последний раз. Так, и последняя партия Петя. О, Хэллоуин. Хэллоуин прокатил. Хэллоуин. Так, ну что, Петя говорил то, что он здесь не проигрывает. Гамбит Хэллоуин. Он же 8, Слон С4. Слон С4. Слон С4, хорошо. Посмотрим. Прокатил Хэллоуин. Ну, только эта система, это, Вася у нас будет. Д5 надо здесь играть. Д5, это самый, такой ход, жесткий. Да, Д5, слон Д5. Д5, слон Д5. Ой-ой-ой, не бить. И в 6 ход плохой. Не бить, не бить. Ферзь F3. Вот, или так, так, так тоже можно. Ни в коем случае нельзя было бить. По-моему, F6 ход не очень удачный. Надо было играть, по-моему, Ферзь F3. Может, еще и возможно. Может, невозможно. Ты бы знал. Нет, Дима говорил, что F6 это все. Это смерть. Анисимов. Так, Ферзь F3. Ферзь... А, ну можно так. Ну вот сейчас как-то король раскрылся. Рано, рано Петя ушел в 2-0. Как мне кажется. Так, Ферзь F3. Что мешает пойти? Ферзь F3. Осторожно, слон на C4 завелся. А, точно. Так, видите ли, это Петя. Петя думает, что сделать. Стоп, может быть, F4? Да. Олег. Так, Олег у нас немножко отвалился. Да, сыграть Ферзь? Д5. Д5. А, это же Д5 коми Е7. Ф4. Шах, король Д8. Алло, Олег. Да-да-да. Ф5. Ф4. Петя пошел. Ф4. Так, ой, шах какой-то. Ну это не страшно. Ф5. Надо Ф5. А, F5 ты иззываешь слона на C4. Так, а по белым полям здесь сейчас не зайдут черные? Не знаю, как-то очень опасно здесь Петя сыграл. Теперь-то можно и в F5. Конь Е4. На полно слона. А, и конь, и конь, и конь это, и конь G5. Ой, да, конь G5, какой удар. Слушай, по-моему загнулись черные. Ну если, и времени у них мало. Конь G5, конь G5. Петя найдешь конь G5? Конь G5 ты с В8 получишь. С матом. А, да, это мат. Так, как играть? Ферзь F3. Слон F7, слон F7. И чё? Конь G5 потом. Нет, ну слон F7, король D8, и чё. Отошли, допустим, на D5. Лишили рокировки, как минимум. Да, это так важно, особенно если выбить фигуры. Ну, блин, я бы так сыграл. Нет, видите, здесь уже я явно сто процентов продешевил очень сильно, потому когда вот раскрыл вот так вот короля своего. Сейчас просто к нему зайдут. В гости. Так, ну слон D5 надо играть. Не допускать вот этого слон D7. Ты чё, слон D5, ты зеваешь просто конь D5. Ну, ферзь D5. Ферзь D5, ферзь F1, но. А, и всё, что ли, слон B7 всё? А, да. Слон B7, да? Нет, не всё. Всё, король же один. Ну, нужно уже E6, наверное, где-то. Ну, это уже всё явно не то. Всё, видишь, рокировали чёрный. Уже всё. Сейчас его кольцмон здесь, конечно. Да, конечно. Вот он вот этот на B7. Ужас, как силён. И бить не хочется это. Стоп, а здесь нельзя побить? Не знаю. Вот опять можно побить. Пять я побил. Может быть мы чё-то не видим, Олег? Какой-нибудь конь F4 там. Не знаю. Непонятно. Так, ну на А7 надо. А, Аж 5, Аж 5 с идеей, Аж 4 здесь ещё раз больно. А, вот всё, хочется поменять. Ну, это правильно. Это правильно, да. А как это теперь? Теперь грозит, смотри. Побили, побили. Фиаржей 4. Конь B6. Стоп. Фиарж B4. Конь B6. И всё, ничего нет. А, ну так можно побить. Нет, это не то. Ну, Фиаржей 2, да. Так. Ну так это же без фигуры. Это же без фигуры. Это же без фигуры. Флаг, 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 флаг. Конь же, конь F4. Конь F4 будет. Так, ну чё, флаг надо срубить. Флаг можно срубить, да. Флаг можно срубить. Ой, осторожно, ладья. Побили. Поменяли. Но это ещё можно играть. Конечно. Тут 30 секунд на 6. Тут можно срубить всё подряд. Ну, ладья 7, да. Приходит 1D8. Шаг, шаг. 2 секунды. Забрал одну. Ну, всё равно... Нет, срубит флаг Петя. Да, конечно. Срубит. Срубил. Всё, красавчик. Так, ну... Гамбит Хэллоуин удался. Да, но Петя разыграл его безобразно. Так, ну обновляем. Ну, я считаю, хорошо сыграл. 6,5. Я думаю, Петя не обидится, если сказать, что он гамбит Хэллоуин, он разыграл безобразно. Так, ну Петя пока седьмой. Так, так, ослаблять короля, гамбит Хэллоуин никто там не делает. Так, там вот играть ферзи в 3 и прочее. Слышишь? Ну, да, к сожалению, уже нельзя посмотреть партия. Вот, кстати, Петя звонит. Давай премиума. Добавим, так сказать. Так, ну всё, я с тобой пошёл. Петя, ты, короче. Чё? Ты в прямом эфире. А, всем спасибо. Памятник. Я вертолем не рубли, он получил, нет? Чё ты получил? Петя. Деньги я получил, не знаю? Я не знаю, чё там получил. Да, я деньги получил. Сколько ты получил? Рубль, рубль, один рубль. Красавчик. Один настоящий рубль, звонкой монеты. Петя, ты послед... Дамбит Хэллоуин, как я сказал, в эфире, ты разыграл ужасно. Почему ужасно? Я всё правильно играл. А где ж там правильно? В принципе, в 4G3 так короля слабит. Не, да, ну как бы... Но я думал... Там же не так, там же не так играет. В смысле, это вариант, я не знал, он же в 4G4 пошёл, так никто не ходит. Блин, Петь, вот если бы это не эта ничья, ты бы, короче, был бы просто пятым. Да, ничего, я зря там сыграл. Зря, короче. У тебя... Ну чё, давай, заканчивай записи, я ушёл, короче. Ты в курсе, Петь, что у тебя самый сильный бухольц? Да, я сыграл со всеми сильными. С Канго, с Михаилом, с тропейцем. Да, ну всем спасибо за внимание. Для вас это были путешествия, приключения Пети Андреева на шахматной планете. Я скачу 3000 и играл где-нибудь на 2800.